потрясающая здесь природа горы и зелень аккуратнейшие домики монастырь и хорошо что мы поехали вчера вечером в пятницу сюда потому что сейчас шли вы могли видеть что машины в эту сторону стоят просто огромной вереницей создалась пробка все хотят здесь отдыхать мы сели передохнуть на лавку потому что в горку поднимаемся а это мои ботиночки путешественники мы их называем купила я их еще в томске они португальские и мы всегда такую удобнейшую обувь называем как там ботиночки путешественники или как туфли путешественники дениса или как мы называем ну короче путешественники уже изрядно убитые но они кожаные очень хорошего качества сколько-то еще послужат мне я в одном из видео вам говорила что здесь смешные знаки вот например видите как подробно прическа там носик все такое мы сейчас идем к кохильзе к озеру кохель к променаде там будем гулять вдоль озера может быть даже удастся искупаться я так и знала что здесь ничего нет знаменитый немецкий манима минимализм не ну это как памятник чему-то видишь там такие колонны написано вниз знаете что интересно что это действительно памятник погибшим во второй мировой войне и на этих табличках написаны фамилия и дата смерти это понимаю видите 39 45 года а ну да видите какой-то мемориал прям кстати в нашем регионе по-моему с этими палками никто не ходит а может ходит в лесу ой уточки так и Продолжение следует... Ох, какой классный эффект у нас, а? Вот с этой скатамарана, здесь он называется Тредбот. Ты рулишь, да? Такая прозрачная вода. Правда, это такая вся уже зацвела. Утки-лебеди здесь плавают, но сама вода очень прозрачная. Обалдеть, как здесь приятно. Мы на один час взяли этот Тредбот. И стоило это 10 евро. Сейчас будем уток распугивать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, вот Гастхов, какой классный Цуопост. Как уютно вообще. А? Обалденчик такой. И вон там спереди, смотри, деревянные. Видишь? Ой, вот это мне вообще деревня нравится. Привет, друзья, снова. Мы сейчас кашеварим здесь, возле нашей палатки. Нагулялись там на озере, ездили на машине отсюда. И теперь вернулись в свой кемпинг и хотим приготовить обед. Вон там наше озеро виднеется. Сейчас у меня там жарится лук с морковкой. Режу картошку вот такими кубиками. Потом у нас туда вот пойдет тушенка. В общем, прямо наш такой походный корм. Может быть, туда чесночок еще порежу. И буду так использовать такой хюнебрюрфель. То есть кубик, куриный кубик. Но он вот, видите, со значком БИО. То есть это не вот эта химия, там, как КНОР или МАГИ. Тут еще у нас на ходу и конец есть такой гуляш из мяса. Может быть, если у меня непросто получится, будем еще его использовать. Ну, в общем, чем богаты, тем и рады. И готовим такую похлебку. Я для нашего этого отдыха покупала вот такие нам чашки. Денис сказал, что собачку собралась кормить, что ли. Вот такие железные чашечки просто для вот этой нашей похлебки. Потому что у нас глубоких чашек в наборе, вы видели, нету. И здесь у нас... О, пар на меня вышел. Вот такое. Картофель этот тушеный, можно сказать. Уже почти готов. Сейчас будем накладывать по тарелочкам и кушать. Ну, вот что у нас получилось. Такая баланда, можно сказать. Ну, в принципе, довольно вкусно. И на природе уходит на ура. Тем более, после нашей прогулки сейчас, когда мы на катамаранах оставили свои последние силы, мы кушать хотим просто неимоверно. Поэтому мы приступаем. Это была последняя часть серии видео нашего кемпинга. Сейчас показываю конечные фотографии вида на ресепшн этого кемпинга. Расскажите, дорогие друзья, нравится ли вам отдых на природе, как вы отдыхаете, чем запасаетесь. И, как видимо, может быть интересные идеи тоже у вас есть. Вы ими поделитесь. Я буду очень рада обратной связи. До новых встреч и пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!